Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Ольга Уралочка Лайф. Ну что ж, мои хорошие, пройдемся с вами по смешным и интересным моментам. Уралочка, друзья мои, ну и сейчас я, собственно, обращаюсь к нашей малаешке, к нашей красавице, к нашей девочке-припевочке, девочке-фефочке. Уралочка, ку-ку, как ты? Как твое ничего? Сидишь спокойно, отдыхаешь, в ус себе, как говорится, не дуешь. Ну что ж, молодец. А мы вот тут, значит, по твоей вине и расслабиться с моими зрителями не можем, да? Как говорится, покой нам только снится. Пока мы, Уралочка, тут разбирались в твоих родственных связях, ты знаешь, прошел не один час, да? Пока мы изучали твое вот это генеалогическое древо, ну, просьба не путать с гинекологическим креслом. Так вот, это я Уралочке говорю, да? Нашей вот этой вот, нашей малаешке золоторукой, пока мы решали ху-с-ху, кто кому и кем приходится, опять же говорю, прошел не один час. Кто-то даже нашел Уралочки родного брата, которого отродясь у Уралки никогда не было. Да, нашел, и как-то там не очень хорошая история случилась, но это, понятное дело, это неправда, Уралочки родного брата никогда в жизни не было. Это ладно. В общем, да, короче, друзья мои, что я хочу сказать? Во-первых, в строках своего письма хочу сказать, что во всем виновата, конечно же, Уралочка, да. Ну, а почему? Почему им можно нас винить во всех смертных грехах, да? Ну, а нам их винить ни в чем нельзя. Вот я и говорю, во всем виновата Уралочка. А знаете, почему? А все очень просто. А если бы Уралочка членораздельно и нормально рассказывала что-то, хотя бы раз в жизни, да, мы бы сейчас с моими зрителями не сидели и не гадали бы на кофейной гуще, что было, как говорится, а чего не было и никогда не будет. Ну, что ж, мои хорошие, посмеялись и будет, как говорится, да? Переходим с вами к обсуждению комментариев, комментарии на канале Уралочки, друзья мои, что там творится, а там, знаете, кто в лес, кто под дрова. Собственно, ничего удивительного, да? Каков поп, как говорится, таков и приход. Значит, ну, пишут, есть, конечно, адекватные комментарии, которые пишут адекватные зрители на канале Уралочки, возможно, это и наши зрители, да, опять же. Так вот, пишут, зачем озвучивать размер своей племянницы, да еще миллион раз сказать, что 58 размер? Ладно бы 46, не думаю, что ей приятно это слышать. Вы знаете, ребят, вот я уже говорила об этом неоднократно, да, а хочу еще раз сказать. Вот самое интересное, что Уралочка-то своего размера никогда отродясь не озвучивал. Она рассказывает сказки, кто-то даже, кстати, на моем канале верит в эти сказки, что Уралочка 68-70 размера. Да даже близко, нет, она к этому размеру. Поэтому мне тоже, знаете, интересно, на кой черт ты рассказываешь чужие размерные, да, чужие размеры, когда ты свой размер никогда не озвучиваешь. Вот что самое интересное. Далее Уралочки пишут, ну, это по поводу той ситуации, что они все мокрые, вонючие, потные, ну, переоделись и в этой же одежде все потные, поехали есть, друзья мои. Тут им пишут, баню-то немного подтопить, ополоснуться тяжело, что ли. Потные в кафе, мой шок в шоке. Да, действительно, есть такая фраза, шок в шоке. Но, друзья мои, что хочу сказать. Баню. А что, так сложно было поставить летний душ в такую жару, представляете, там эта вода нагреется моментом. Взяли, да, сполоснулись, все, просто скатились, как говорится, водичкой. По крайней мере, уже хорошо, да, уже можно на себя одевать какие-то нормальные, свежие, чистые вещи. Не ехать потными, не ехать мокрыми. Но нет, это точно не для них. Зачем? И так сойдет. Они же говорят, что просыпаются утром и хватаются тут же за телефоны, даже не сделав все необходимые утренние процедуры, друзья мои. И так сойдет. Далее пишут зрители, которые, так скажем, имеют, имеют огороды, имеют, значит, все, да, вот сажают, сажают, собирают, значит, банки крутят и так далее. Пишут зрители, которые действительно понимают, как говорится, почем фунт лиха. Если бы я так поливала помидоры, меня бы муж выгнал палкой и прибил бы, а бедный сафар робко пытается забрать шланг. Так, ребят, я сегодня уже сказала, мое мнение, что уралка делает это намеренно, друзья мои, она делает это специально, дабы сарафан, увидев все вот это вот ужасное действие, взял и отобрал у нее этот шланг, скажет, ой, ладно, давай сюда, я сам лучше все это дело благополучно полью. Правда. Далее, далее ей пишут, при диабете и больных суставах газировка категорически запрещена. Вы, наверное, совсем не интересуетесь своими болячками. Отчего же? Я вот открою вам секрет, если вы не в курсе, да, но это зритель пишет как раз-таки на канале Уралочки. Вот когда Уралочки надо было собирать денюжки со зрителей, она тогда была в курсе дела всех своих болячек, рассказывала, как их надо лечить, какой диеты надо придерживаться, да. Но, к сожалению, дальше, дальше слов, дело не пошло, поэтому как-то так. А сейчас Уралочка говорит всем, что она абсолютно здорова. Сахар у нее теперь всегда в норме, друзья мои, представляете, да, газировку сладкую пьет, жрет все, что не приколочено, жареное, жирное, мучное, сладкое, все на свете, и все, сахар у нее просто прекрасный, просто в норме. Далее пишут по поводу того, что племяннице нужно было самой вещи выбирать на свой вкус и цвет, а Оля выбирает все под себя, понятное дело. Она как на себя смотрит, так и выбирает. Чего ж тут про племянницу говорить, когда она бду, вспомните, выбирала вещи, да, когда она ему выбрала вот эту футболку пола, когда она галстук для дядьки взрослого выбрала, да, это что-то с чем-то. Далее, значит, те самые товарищи, которые прекрасно разбираются, в отличие от Уралки в огородных делах, пишут, сердце кровью обливаются от такого полива. Далее, купите наконечник на шлангу, пишут Уралочки, да, именно на шлангу, распылитель, и вода не будет под таким напором убивать ваши растишки. Растишки написано капслоком. Ребят, вот я говорю, скорее всего, она делает это специально, чтобы Сарафан, увидев вот это вот все действие ужасное, сказал все-все-все, и больше ее ни разу не просил, чтобы она там вообще что-то делала. Далее, друзья мои, пишут Уралочки, дают ей дельный совет. Худеть срочно, а лучше липосакция. Вы знаете, не будем вдаваться в эти подробности относительно липосакции и всего прочего, да, там, урезать желудок и прочие-прочие моменты. Я что хочу сказать? Если ты будешь продолжать жрать в том же темпе, в том же духе, то, собственно, ты получишь потом то же самое, что у тебя было до этого, а, возможно, будет тебя еще больше, да. То есть здесь человек должен в первую очередь мозгами прийти к тому, что такой образ жизни, который я вел, больше вести нельзя, я должен себя ограничивать в том-то и в том-то. Я должен, так скажем, знать меру абсолютно во всем. Это в первую очередь нужно себя, так скажем, да, именно в мозгах повернуть в нужное русло. Но Уралочка этого делать не собирается даже близко. Поэтому всем советчикам, которые пишут срочно худеть, а лучше липосакция, вот это, да, или какую-то еще другую операцию, я хочу, знаете, вас предостеречь. Потому что, как бы потом не получилось, что Уралочка скажет, а что, не нравится, как я выгляжу? Помните, как Ириха сказала, не нравится? Значит, отправьте мне на это денег. Вот так и Уралочка скажет, не нравится? Значит, кидайте мне деньги, я выставляю донат на липосакцию или на какую-нибудь там операцию, да, уж не будем вдаваться в подробности. Но в любом случае, да, потому что, я думаю, Уралочка все равно ничего не сделает. Так вот, и это может привести к тому, что Уралка выставит донат на липосакцию, да, и будут ей хомяки вынуждены скидывать свои кровно заработанные. А почему бы собственные нет? Ну, раз они ее к этому призывают, взывают ее, так скажем, к голосу разума, да, друзья мои, значит, и Уралка может еще и с них поиметь, а с нее, как говорится, станется, да, если она год назад решила поиметь и заработать себе на бинты, уж, казалось бы, такая мелочь, да, уж бинты-то, ты что, у тебя денег не было были, лежали деньги на машину, да, у тебя мужик рядом, который сидел с тобой и просил на бинты, дайте, пожалуйста, 3-5 тысяч рублей на бинты, да, да. Сидел, представляете, это кому сказать, это просто позорище, сидел рядом с ней мужик и просил на те самые бинты 3-5 тысяч рублей, то есть настолько он себя показал в очередной раз ущербным, что он вообще ничего не стоит, как мужчина, да, собственно, как и она, тоже ничего не стоит, когда просила как раз-таки на то, на что вообще, ну, как бы, просить не было в их ситуации никакого смысла, потому что у них и деньги были, и деньги они зарабатывали. Далее, друзья мои, пишут ее, значит, зрители, скиньте, пожалуйста, ссылку на бриджи и на тунику большого размера, ничего я там подобного не нашла. Вот, о чем, о чем и речь, друзья мои, то, что Уралка нам там рассказывает, что там в этом Васильке, да, и 70-е размеры, и всякие разные, и 72-е, вот, зрители пишут, да, не знаю, насколько это правда, неправда, есть там эти размеры или нет, но спрашивают, ей задают вопросы, говорят, где вот эти бриджи там можно найти, где там можно найти такую тунику. Я, мол, смотрела, я ничего там не нашла. Далее, друзья мои, прекрасный комментарий, ей пишут, Олечка, вы сегодня очень хорошо выглядите. Я, вы знаете, когда этот комментарий прочитала, ребят, я подумала, что человек, наверное, находится в каком-то шоковом состоянии, и из него просто выйти не может, да, потому что, ну, я так понимаю, выглядела Олечка хорошо там, где она была как раз-таки на, помните, видео, да, где она стояла в профиль, друзья мои, возле бочки, там стояла вот на свежем воздухе, да, это был какой-то кошмар. Посмотрите на нее в профиль, вот сегодня фильтров там не было, когда она стояла в своем халате, вот в этом непонятном, да, в профиль ее снимал сарафан, это было что-то с чем-то, это просто гора, я даже, какая гора, горище, самое настоящее, да, вот, поэтому, как она там хорошо выглядела, я не знаю, но, видимо, знаете, опять же, да, о вкусах, как известно, не спорят. Далее, друзья мои, чего только там не написали Уралочки, ну, и, конечно же, ее защитники с пеной у рта рвут и мечут, Уралочка самая святая, самая красивая, а вы-то, а вы-то завидуете, а вы-то по кафе не ходите. Еще раз хочу сказать, что если в вашем понимании вы ходите в такие же кафе, как и Уралочка, в кавычках возьму слово кафе, потому что кафе это все-таки другое заведение, да, если вы ходите вот в такие вот забегаловки, как она, то, как бы, ну, видимо, это действительно ваш уровень, да, и потом, чего людям пенять по поводу общепита, куда ходят абсолютно все без проблем, абсолютно. В этом нет никакой проблемы, было бы, как говорится, желание, взял, да пошел, взял и вышел, какие проблемы. Но нет, друзья мои, даже здесь, то, знаете, кричали, какая она молодец, вы завидуете, что она умеет готовить, да, да, теперь кричат, кричат, ой, какая она молодец, вы завидуете, потому что она ходит по этим забегаловкам и может себе позволить жрать там в три горла. Ну, че ж, молодец, пусть продолжает жрать в том же духе, а мы посмотрим, как говорится, что будет дальше, друзья мои, время покажет. Ребят, всех целую и обнимаю, всем пока-пока, до новых встреч!